Продолжаем выпуск. Возобновили работу пункты выдачи гуманитарной помощи Рината Ахметова в Макеевке. Люди больше месяца не получали наборы выживания из-за сложности доставки гуманитарных грузов. Штаб увеличил интенсивность отправки машин с продуктами для мирных жителей. Сегодня в Донецк отправилась очередная колонна гуманитарного рейса. Подробнее наши корреспонденты. Готовы! Ну всё, начинаем движение. Утром 16 машин, уже третьи в этом месяце колонны гуманитарного рейса Рината Ахметова, выехали из Днепропетровска в Донецк. В машинах 320 тонн продуктов. Это 35 тысяч наборов выживания для социально незащищённых категорий мирного населения на неподконтрольной Украине территории. Мы стоим там в другом городе вообще даже. Пенсионеры идут, говорят спасибо, всё. Идут даже по городу приветствовать Машу там. Они ждут, наверное, как Бога, эту гуманитарку. В логистическом центре Донбасс-арены, как в Муравейнике, волонтёры формируют наборы выживания для сотен тысяч жителей Донбасса. Александр занимается волонтёрством уже полгода. Я считаю своим долгом помочь людям, те, которые оказались в довольно сложной ситуации. Должна быть сплочённость у людей, потому что в бесплочённости мало что возможно. Если каждый будет думать только о себе и говорить о том, что моя хата с краю, то ничего не получится. Галина Александровна, пенсионерка, выживает только за счёт помощи Ахметова. Во время войны потеряли пенсию, не перевели туда, на Украину, и потеряли хорошую работу. Сейчас в нашем возрасте на работу никуда не устроишься. Поэтому очень тяжело. Зиму выжили, можно сказать, за счёт этого. В июне возобновившиеся боевые действия очень повлияли на доставку гуманитарной помощи. Работу большинства пунктов выдачи пришлось приостановить. В июле штаб Ахметова смог увеличить интенсивность отправки помощи. После того, как наши логисты смогли освоить новое для нас направление пункт пропуска через Волноваху, нам удалось устранить дефицит продуктов для формирования наборов для выживания и возобновить работу системы Донецкого гуманитарного штаба. Если ранее мы открыли центры выдачи только в Донецке, то сегодня, во вторник, мы смогли возобновить работу ещё четырёх центров выдачи и в Макеевке. Город, в котором вы живёте, Макеевка. Накануне на телефоны горячей линии штаба поступило 14 тысяч звонков. Почти все от жителей Макеевки. Люди, которые три недели не получали помощь, интересовались, когда начнут работу пункты выдачи. На этой неделе штаб планирует отправить в Донецк ещё две колонны гуманитарной помощи. Такая интенсивность доставки поможет восстановить работу всех пунктов выдачи за линии соприкосновения уже в ближайшее время. Максим Сикора, Ольга Лостовецкая, Данил Киреев, Полина Вегера. События. Канал Украина.